Эхо 90-х. В Иркутске задержаны мужчины, которых подозревают в похищении человека. По версии следствия, неделю назад возле детского сада в поселке Марково четверо неизвестных насильно посадили в автомобиль местного жителя и три дня удерживали его в подвале одного из домов в областном центре. Злоумышленники избивали мужчину и требовали 10 миллионов рублей. Спустя трое суток, не добившись требуемого, похитители отпустили свою жертву. В свою очередь мужчина сразу же после освобождения обратился в полицию и по горячим следам подозреваемых задержали. Мужчины от 32 до 38 лет ранее уже уимели проблемы с законом. О других не менее важных и резонансных событиях этого дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Здравствуйте! Ну и прямо сейчас с вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Таинственное исчезновение. В Иркутске третьи сутки продолжаются поиски 14-летней школьницы. Детали поисковой операции, а также возможные причины происшествия озвучим в программе. Также в программе разберемся, чем обернулось загрязнение особо охраняемой территории в Иркутске. Через несколько минут разберемся, какой ущерб природе был нанесен свалкой литий-ионных батарей и какие работы в связи с этим были проведены. Работа продолжается. В Иркутске стартовал второй и завершающий этап реконструкции путепровода на улице Джамбула. Сегодня узнаете, что уже успели сделать специалисты и когда планируется завершить реконструкцию. А в завершении выпуска узнаете, где в Иркутске можно увидеть рисунки эпохи неолита и ради какой фотографии жителям нашего региона стоит проснуться до восхода солнца. Об этом и не только в рубрике повесточки. полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры поискового отряда Лиза Алерт и рядовые горожане ищут пропавшую без вести 14-летнюю школьницу. Ученица 8 класса Люба Воронцова еще в пятницу ушла из дома в школу. Однако на занятиях девочка так и не появилась. Известно, что подросток из благополучной семьи на учете в органах ПДН не состояло. В школе, по имеющейся информации, у нее также не было проблем со сверстниками и учебой. Однако странное поведение девочки незадолго до исчезновения может говорить об обратном. В последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали девочку в районе мемориального комплекса «Вечный огонь». Она выбросила школьные принадлежности в урну, после чего направилась по направлению к памятнику Якова Пахабова, где в последний раз ее и видело несколько человек. В последний раз Любу видели здесь. Поэтому, не исключая возможности попадания девочки в воду, особое внимание специалисты уделяют осмотру береговой линии. Кроме того, подросток попала в объективы нескольких камер в торговых заведениях города. Ростом девочка 155 сантиметров была подстрижена под коре волосы русые. Из одежды на ней была бежевая куртка, черная юбка, белая блузка, бежевая шапка и черные ботинки. Волонтеры не исключают, что Люба могла также попасть в объективы видеорегистраторов, проезжавших мимо машин. В данный момент необходимы записи видеорегистраторов всех, кто проезжал 18 марта примерно с половины шестого до семи часов вечера в районе Нижней набережной. Пожалуйста, всмотритесь еще раз в лицо девочки. Любая информация по этому поиску может кардинально изменить его ход. Тем временем накануне в Иркутске было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы. Под личный контроль ситуацию взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако родственники и неравнодушные люди верят, что надежда на счастливый исход поисков еще есть и продолжают заниматься обходами по районам города и прочесывать заброшенные места. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. К закономерному финалу подошла история с нападением на несовершеннолетнюю девушку в городе Зима. Инцидент произошел еще в августе прошлого года. Две местные жительницы 30 и 33 лет подкоровалили девушку, решили выместить на ней свою злобу, подпитываемую ревностью. Женщины обвинили девушку в том, что она якобы вступила в интимную связь с их мужьями. Нападавшие раздели девушку догола, отстригли ей волосы и облили зеленкой. Все это сопровождалось избиением и оскорблением в адрес потерпевшей. Произошедшие женщины запечатлили на камеру и выложили видео в социальные сети, после чего злоумышленец задержали. Следователи Следственного комитета собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемых садейному, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Накануне суд признал женщин виновными в совершении указанных преступлений. С учетом мнения прокурора им назначено наказание в зависимости от роли и степени участия каждой в виде лишения свободы сроком от 3 до 3 лет 6 месяцев у судов. Тем временем в Иркутске возбудили уголовное дело из-за свалки литий-ионных батарей. В январе их обнаружили на землях особо охраняемой природной территорией Птичья Гавань. Сейчас в следственные органы направлены материалы для привлечения виновных к ответственности. Установлено, что неизвестные лица незаконно вывезли в заказник отходы второго класса опасности. В общей сложности на природоохранной территории оказалось 10 тонн литиевых батарей. В результате несанкционированной свалки почва оказалась загрязнена медью, цинком, серой, свинцом, оловом. Причиненный ущерб составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Сейчас территория полностью очищена. На данный момент проведена рекультивация загрязненной почвы. Установлены дополнительные информационные аншлаги, а также впредь. Чтобы не допустить такого нарушения, в ландшафтном парке установили систему видеонаблюдения и усилили контроль за передвижением транспорта по территории. Подозреваемых же в уголовном деле пока нет. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать виновных произошедшего. Усилить контроль стоит за качеством уборки территории вокруг мусорных контейнерных площадок. Ведь с наступлением весны многие иркутские дворы погрязли в отходах. Сегодня наша съемочная группа оценила масштабы проблемы и узнала, кто должен нести ответственность за грязь во дворах областного центра. Снег в Иркутске еще до конца не растаял. Поэтому ежедневно во дворах можно обнаружить вот такие подснежники вокруг контейнеров для отходов. Пахнут они само собой не цветами. Отходы на этой территории разлетаются далеко за ее пределы. Спасения от мусора нет даже за контейнерной площадкой. И жители признаются, что такая ситуация здесь ежедневно. Тут постоянно грязно. Тут совершенно не убирают. Мусор вывозят редко. Эти баки постоянно забиваются. Вокруг все закидывается пакетами. Тут также рядом проезжая часть. Все голуби, которые здесь питаются, их сбивают. Они остаются здесь дохлые. Лежать их вообще никто не убирает. Только собаки их потом растаскивают. И тщательная уборка сейчас нужна многим контейнерным площадкам в Иркутске. Ведь за этим стоит не только вопрос эстетики, но и безопасности. Смотря что там валяется, в зависимости от этого можно определить ущерб для природы. Но если валяются батарейки, бесконечно там растекаются, то это один ущерб. Если это валяется какая-то органика, которая склевывает голуби, это другой. Эта проблема настолько же острая, насколько нехватка культуры, населения вообще в принципе. Тем не менее, убирать грязевое покрытие вокруг контейнерных площадок все равно необходимо. Но в такой ситуации, как обычно бывает, возникает вопрос, кто именно должен следить за этим и контролировать этот процесс. В любом случае, ответственность за чистоту и содержание земельного участка несет собственник этого земельного участка. И по публичной кадастровой карте можно определить собственника. Собственником у нас по конституции могут быть муниципалитеты, области или государства, либо частные лица. Ответственность в любом случае кто-то понесет. Вопрос в том, на ком эта цепочка остановится. Но самый главный ответственный, кто является за чистоту и за порядок, и за все, что происходит на этом земельном участке, это титульный собственник. Тот, на ком зарегистрирован данный земельный участок. Получается, что найти виновных в несанкционированной свалке возможно. Остается надеяться, что вместе с приходом тепла они тоже проснутся и сделают свою работу. Анастасия Смирнова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Неспокойно было накануне в Ангарске. В жилом доме в одном из кварталов произошел серьезный пожар. Возгоряние случилось в квартире на пятом этаже, а его причиной стало короткое замыкание на балконе. Позднее выяснилось, что там находилось майнинговое оборудование. К счастью, никто из жильцов не пострадал, однако 12 человек все же пришлось эвакуировать. Десятки специалистов прямо сейчас работают над реконструкцией путепровода на улице Джамбула в Иркутске. Подрядчик после небольшого перерыва приступил к заключительному этапу ремонта одной из самых загруженных дорог города. Первую половину путепровода специалисты начали восстанавливать еще в 2019 году. За это время были укреплены опорные колонны, создан новый металлический каркас и расширена проезжая часть. Также подрядчик установил освещение. Аналогичный комплекс работ необходимо провести сейчас и на другой части путепровода. Согласно проектной документации, закончить реконструкцию планируется в 2023 году, но перед подрядчиком стоит задача, как можно быстрее сдать объект. По этому времени специалисты зря не теряют. На данном этапе производятся работы, подготовительные работы по демонтажу железобетонных балок, а также к выносу, к переносу существующей линии связи на путепроводе. Она на данный момент проходит, действует на демонтируемом путепроводе. График производства работ получили, все вроде бы нюансы урегулировали, начинаем работать. Остро нуждаются порой в работе люди с ограниченными возможностями. И далеко не всегда таким людям удается найти себе место. Но с 1 марта в федеральном законе о квотировании при трудоустройстве для инвалидов были сделаны изменения. И многих, в первую очередь работодателей, они повергли в шок. В чем суть закона и как в целом обстоит ситуация с трудоустройством особых жителей при Байкале, узнаете в следующем материале. Управляется с цифрами одной левой. Иркутянин Роман Карамзин почти год трудится в бухгалтерии. В 12 лет у молодого человека произошел инсульт. Результат удара нанес неизгладимый отпечаток – тремор правой руки. После пережитого Роман закончил школу, потом выучился на слесаре-механике. Однако трудиться по специальности ему просто не дали. Инвалиды очень сложно же куда-то устроить. Тем более у меня образование. То есть мне не хотелось, допустим, мне и дворником хотели, и сторожем, и на вахту работать. Ну, просто как бы я молодой, и я не учился ни того, чтобы на таких специальностях работать. Голова как бы на плечах есть, и тут мне просто посоветовали попробовать пройти собеседование на бытовике. Самая главная трудность – это специфика работы. Не на все производства могут попасть люди с ограниченными возможностями здоровья. И речь даже не про оборонные заводы и секретные службы. Иван Петрик с детства занимался спортом. Баскетбол – легкая атлетика. Но из-за несчастного случая в 16 лет оказался прикован к инвалидному креслу. И это и отпугивало работодателей, даже несмотря на внушительный спортивный опыт Ивана. И только после получения образования тренера по адаптивной физкультуре он смог работать. Сейчас мужчина приобщает более 30 детей с интеллектуальными особенностями к развитию силы и является для них поддержкой. Если человек травму получил, и в этот момент ему грамотную помощь оказать, поддержку у него, и, как бы сказать, уровень жизни совершенно другой будет. Ему будет лучше, ну, как сказать, себя чувствовать будет физически и морально. То есть, ну, не будет замыкаться в своей травме. Помочь в социализации инвалидов может общение и, в частности, работа. Это здание в самом центре Иркутска – бывшая усадьба городского головы Ивана Хаминова. По завещанию в 1893-м он передал ее Мариинскому приюту для слепых детей. До 1918-го здесь располагалось училище для незрячих. С 23-го – производственные мастерские. Еще через пару лет все работники предприятия попали под протекцию Всероссийского общества слепых. Сегодня здесь трудится 130 человек с инвалидностью. Делают матрасы, корпусную мебель и многое другое. Предприятие удалось сберечь благодаря закону о квотировании рабочих мест, который действовал в регионе с 2003-го. Уже с 2017-го года у нас были созданы первые места других работодателей в счет квот. И до сегодняшнего дня мы продолжаем заключать соглашения с работодателями. У нас уже созданы рабочие места. Мы только на эти рабочие места принимаем инвалидов. А уже вот эти работодатели оплачивают им заработную плату вместе с налогами. В современной России этот закон был издан в 1995-м году. С 1 марта 2022-го в Минтруде появилась поправка в законе, которая вызвала широкий общественный резонанс и непонимание. Речь идет про обязанность работодателей принимать на работу инвалидов. Иначе грозит денежный штраф. Естественно, для многих работодателей закон неоднозначен в исполнении. К уполномоченному по правам человека в регионе за 21-й год поступило всего 11 обращений про занятость инвалидов. Из них ни одного по вопросам квотирования. Больше людей волновала защита трудовых прав. Работодатели, узнавая, что человек относится к категории инвалид, понимали, что им придется достаточно много усилий приложить, чтобы обеспечить создание нормальных условий для этого человека. И хотели расстаться. Вот фактически нам пришлось в ряде случаев осуществлять защиту трудовых прав человека с инвалидностью, работая и напрямую с работодателем. В этом и был краеугольный камень закона. Когда работодатель с квотой отказывал человеку с ограниченными возможностями, тот мог подать в суд. Однако квота – это лишь подтверждение возможности, что рабочее место оборудовано для особых людей. Приходилось руководствоваться судебной практикой, чтобы расставить все точки над «и» и были внесены поправки в закон о трудоустройстве инвалидов. И данная статья, по словам юристов, никаким образом не влияет на права работодателей. На работодателе не распространяется обязанность по поиску таких работников, и необходимости бегать, условно говоря, по всей области, искать и трудоустраивать их на свои рабочие места. Обязанность работодателя заключается в трех вещах. Первое – это такие квотируемые места создать у себя на рабочем месте. Второе – уведомить службу занятости о том, что у вас такие квотируемые места созданы. И третье – если уже со службы занятости к работодателю приходят такие соискатели, то руководство компании обязано заключить с ними трудовой договор. Если, конечно, кандидат подходит под требования. При этом отказать только на том основании, что у человека имеется инвалидность, нельзя. Это напрямую противоречит закону. Однако работодатель вправе отклонить кандидатуру, если она не подходит по профессиональным качествам. Данные статьи, которые установлены поправками, они регламентируют сам порядок установления квот и порядок закрытия квот. Пятый пункт данной статьи регламентирует именно момент закрытия квоты, когда работодатель имеет право отказать в праве уже трудоустройства инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. Сегодня в области более 180 тысяч инвалидов. Это 11% от всего населения региона. При этом часть из них трудоспособны и не нуждаются в создании специальных условий. Почти 3000 организаций и компаний имеют квоты на трудоустройство. Свыше 5000 работают по квоте. В резерве еще 1000 рабочих мест. Плюс ко всему, с 2009 года в Прибайкале действует возможность альтернативного способа устройства на работу для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Теперь же это закреплено на федеральном уровне. Тот работодатель, который в силу каких-то причин не может у себя создать рабочее место для инвалида, он заключает соглашение с данной организацией. Трудоустраивается инвалид уже в данную организацию. И в данном случае квота считается работодателем исполненная, так же, как и при трудоустройстве на свое предприятие. Однако, пока такой возможностью воспользовались лишь 10 работодателей. Возможно, вскоре их будет больше. Пока что в закон вступили лишь изменения, что теперь работодатель обязан заключать трудовые отношения с инвалидом. А с 1 сентября 2022 года будут установлены правила исполнения этой нормы законодательства. И только потом станет понятно, работает этот закон и эффективен ли он. Олег Федоров, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням. Трудности с трудоустройством нередко возникают и у молодежи. Чаще всего их не хотят брать на работу из-за отсутствия опыта. Но теперь работодателям России станет выгоднее нанимать молодых специалистов, ведь за их наем государство будет платить нанимателю деньги. Подробнее о новой инициативе расскажем далее. Новое время требует новых решений. Российские компании, которые в этом году возьмут на работу сотрудников младше 30 лет, получат субсидии от государства. Для этого наниматель должен обратиться в центр занятостей с имеющимися вакансиями, и те подберут специалистов. Работник же может быть выпускником вуза или колледжа, либо вовсе не иметь высшего или среднего профессионального образования. А также это могут быть дети-сироты, инвалиды и молодые родители. После процедуры найма работодатель может обратиться в фонд социального страхования за субсидии. Ее сумма составит 3 минимальных размера оплаты труда, плюс страховые взносы и районный коэффициент. Выплата разделена на 3 платежа. Первая организация получит через месяц после найма молодого сотрудника, второй через 3 месяца, а третий через 6. Предполагается, что так государство поможет молодежи находить работу и поможет предпринимателям в непростое время. Это, кстати, не первая такая программа. В 2021 году государство уже платило организациям за наем безработных и выпускников 2020 года. Павел Жолудев, Дарья Ивазова. Новости по будням. Впервые за 6 лет в Иркутске проходит фестиваль любительских кукольных театров «Петрушкины каникулы». На протяжении двух дней коллективы со всего Прибайкалья будут представлять свои работы на суд профессионального жюри. Всего в программе мероприятия запланировано 15 спектаклей. Все они, в первую очередь, ориентированы на детскую аудиторию, поэтому и место для проведения фестиваля выбрали соответствующее – областной театр кукол «Аистенок». Но вживую насладиться постановками региональных коллективов не удастся. Лишь позднее все работы будут опубликованы в интернете. Тем не менее, все желающие все равно могут погрузиться в атмосферу фестиваля, ведь в рамках мероприятия также открылась выставка самодельных кукол. Сами же участники не только будут соревноваться в актерском мастерстве, но и повышать его, ведь организаторы фестиваля подготовили для конкурсантов мастер-классы. Мастер-классы у нас сегодня направлены на сценическую речь, безусловно, на создание народной куклы. Как раз у нас есть люди, которые будут рассказывать, как же куколки можно создавать. И, безусловно, следующий мастер-класс, который будет называться «Оживление куклы». Оживление куклы – ведь это очень сложно, это разные голоса, это разный характер. Все это, конечно, огромное мастерство. Ну а сразу после новостей спорта расскажем про необычный хоккейный матч, который прошел в Иркутске, о том, как можно полюбоваться на древние петроглифы, не выезжая за пределы города. Варвара Ворончихина завоевала очередную золотую медаль. На этот раз уроженка Байкальска стала лучшей на соревнованиях по горнолыжному спорту в рамках зимних игр паралимпийцев. Девушка выступала в короне для себя дисциплине с лалом. Показав результат 1 минуту 38 секунд, Варвара заняла первое место. Первого места удостоилась и Мария Хузахметова на всероссийских соревнованиях по боксу в Красноярске. Уроженка Иркутской области выступала в весовой категории 50 килограммов. В ней девушка не потерпела ни одного поражения, дошла до финала, где без проблем одолела представительницу республики Саха, Якутия. Еще один наш земляк Олег Машкиров стал в соревнованиях третьим в весе 60 килограммов. А вот на чемпионате России по конькобежному спорту, который состоялся в Иркутске среди призеров, наших земляков не было. Тем не менее, участники соревнований поставили 6 рекордов катка в мужском и женском зачетах. На дистанциях 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. Всего же в турнире приняли участие 86 спортсменов из 21 региона страны. Анастасия Смирнова, Данил Седов. Новости по будням. На чемпионате страны по хоккею с мячом показали неплохие результаты игроки Байкал Энергии. Наша команда дошла до четверть финала Суперлиги, где в упорной борьбе проиграла Кемеровскому Кузбассу. После этого сезон для белосиних завершился. Но и это событие клуб традиционно устраивает встречи с болельщиками. В этот раз в необычном формате. Все подробности у Даниила Седова. Хоккейный клуб. Байкал. Энергия. Этих слов каждый болельщик Байкал Энергии перед матчем ждет с замиранием сердца. Но сегодня игроков вызывают не на лед, а на сцену. Хоккейный сезон. Наш клуб по старой традиции заканчивает встречей с болельщиками. Вадим Еремин фанат с 25-летним стажем. Иркутянин в этом году посетил не только все домашние матчи белосиних, но и побывал на нескольких выездных играх. Красноярск, Первоуральск, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово на Кубок России. Меня это очень привлекает. Я это люблю. Знакомиться с городами, с друзьями нашими по хоккею. Главные герои русского хоккея игроки были в центре внимания. На встрече с болельщиками каждый мог пообщаться с любимым игроком, взять автограф и сделать фото. Устроили даже веселый товарищеский турнир с гигантскими надувными клюшками. Также не обошлось и без подведения итогов сезона. Болельщики выбрали лучшего игрока в составе белосиних. Им стал нападающий Рауан Исалиев. Форварду достоился награды от генерального спонсора команды компании «Н плюс групп». Поддержка и популяризация спорта – важная составляющая социальной политики энергохолдинга. Ее главные принципы обозначил основатель компании Олег Дерипаска. Поэтому особое внимание и к юным хоккеистам. У Иркутского хоккея большое будущее именно за счет собственных воспитанников. Можно посмотреть на «Байкал Энергию ЦРС». Они заняли третье место на чемпионате России в своем возрасте. Это хороший знак. Мы часть этих ребят уже привлечем к высшей лиге со следующего сезона. Ну а сегодня такая весенняя атмосфера. И болельщикам, конечно, желаем немножко расслабиться, готовиться к лету, встречать весну. И ждать следующего сезона мы постараемся не разочаровать. На самом деле результат есть. И результат достаточно достойный. Команда складывается, команда настраивается, команда дает результат. И самое главное – подрастает смена. Верим в то, что в следующем сезоне мы будем во всех призовых титульных матчах занимать лучшие места. Для достижения этих целей хоккеисты «Байкал Энергию» продолжают упорно тренироваться. Ведь подготовка к следующему розыгрышу чемпионата России уже началась. И болельщики, и клуб надеются, что на будущем турнире иркутская команда сможет показать максимально высокие результаты. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Названы самые популярные маршруты среди туристов по итогам 2021 и начала 2022 годов в Иркутской области. На первом месте ожидаемо оказался остров Ольхон. Его посетили почти 66 тысяч путешественников. Второе место заняла Большая Байкальская тропа. На ней побывало более 18 тысяч человек. А третье место – за сухим озером, на которое отправились около 10 тысяч туристов. О других интересных новостях со всего света расскажем в традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Что есть стандарты красоты? Параметры 90-60-90 или богатый внутренний мир? А может, красота – это то, что нас вдохновляет? О красоте такой разной сегодня и поговорим. Полюбоваться на древние петроглифы, шишкинские писаницы, расположенные в Качукском районе, теперь можно прямо в Иркутске. Инструкция простая. Необходимо попасть в Иркутский краеведческий музей, надеть очки виртуальной реальности, и вот вы уже рассматриваете наскальные рисунки, созданные в период от эпохи позднего неолита до 19 века. Это изображения животных, мифических существ, картины быта и военных действий древних людей. Разглядеть получится даже поврежденные временем рисунки. При помощи компьютерной графики специалисты смогли воссоздать их. Сняла сияние Венеры жительница Братска. Последовать ее примеру могут все желающие. Сейчас Венера находится на пике свечения, и планету можно будет увидеть невооруженным глазом и сфотографировать. Только важно встать пораньше, до восхода Солнца. Поменяет свое расположение Венера лишь осенью, и тогда наблюдать яркий полудиск можно будет только вечером. Красота в мелочах. Это еще раз доказал житель Новосибирска. Он отправил 55 микроминиатюр на Международную космическую станцию. Владимир Анискин уже не первый раз передает работы на борт МКС. На этот раз в маленькой коробочке среди филигранных изделий особо выделяется эмблема нового экипажа. Выполнены на срезе яблочные косточки. Артемьев, Матвеев и Корсаков легко читается на срезе. И, конечно же, логотип университета, выпускниками которого являются все члены нового экипажа. И петух может иметь красивый маникюр, считает жительница Китая. Йи-Йи, владелица Пернатова, решила сделать для любимой птицы нечто особенное и отнесла петуха в салон красоты на педикюр. Однако мастера отказались обслуживать питомца. Тогда женщина решила самостоятельно навести красоту на птичьих коготках при помощи лака для ногтей, бусин и блесток. Женщины отмечают, что бьюти-процедура не мешает петуху ходить. Более того, он даже не обращает внимания на новенький маникюр. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402. Если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин